В информационной студии телеканала Север Иван Никонов. Здравствуйте, в эфире новости. Статистику привели в порядок. В департаменте здравоохранения Ненинского округа свели данные по количеству заболевших коронавирусом в Ненинском округе. Согласно новым цифрам, на сегодняшний день в Заполярье COVID-19 болеют 102 пациента. Работают на износ. До 45 вызовов в сутки в среднем приходится на одного терапевта городской поликлиники. На плечи врачей и фельдшеров ложится как амбулаторные приемы, так и осмотр пациентов на дому. Удается ли справиться с таким потоком заболевших? Идти в ногу со временем. В столице Заполярье открылся первый кванториум. Хай-тек, робоквантум, программирование. Далеко не все направления новой площадки для развития детей. Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. Статистические данные по количеству заболевших COVID-19 в Ненинском округе привели в соответствии с рекомендациями Минздрава России. Об этом в интервью журналистам региональных СМИ рассказал руководитель департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненинского округа Сергей Сверидов. С сегодняшнего дня официальные данные по заболеваемости коронавирусом будут соответствовать данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом и портала stopcoronavirus.rf, куда включаются только случаи заболевания, подтвержденные ПЦР исследованиями. Особое внимание на статистику обратили и поняли, что у нас есть некое расхождение. Первая причина, конечно, это в том объеме работы, который у нас у медицинского персонала возник. Все мы прекрасно понимаем, что сейчас с учетом возрастания заболевания и ухудшения эпидемиологической обстановки у нас медицинский персонал работает на износ. И в этом случае была такая просто арифметическая ошибка первая допущена. Плюс у нас поменялись порядки и стандарты. Мы все знаем, что уже девятые рекомендации с Минздрава и Роспотребнадзора вышли. Мы все нормативные акты проанализировали и навели порядок в учете. К сожалению, были внесены в статистику заболевания, которые еще не были подтверждены ПЦР исследованием диагностика. И, соответственно, из-за этого расходились цифры. Таким образом, за прошедшие сутки в регионе подтверждено 8 новых случаев заболеваний коронавирусом. COVID-19 выявлен у жителей Наринмара и поселка Искателей. Всего с начала пандемии в регионе официально зарегистрированными случаями заболевания коронавирусом являются 542 подтвержденных случая. По данным медицинской организации, за сутки выздоровели 19 человек. На сегодняшний день на лечении и под наблюдением с диагнозом COVID-19, подтвержденным результатами ПЦР-лаборатории, уровня референс, находится 102 пациента. В том числе 15 бессимптомных носителей. Из них в стационаре получают лечение 15 человек. На амбулаторном лечении находится 87 человек. Хотелось бы отметить, что на сегодняшний день у нас нет ни одного случая с смертельным исходом от заболевания непосредственно, от COVID-19. Данное заболевание являлось сопутствующим. То есть оно явилось неким катализатором в обострении тех болезней, хронических, которые были у пациентов. Я хочу принести извинения перед жителями округа, что была информация на разных источниках и она расходилась. На сегодняшний день она одинаковая. И вот как раз причины были в том, что мы поспешили и дали информацию о заболевших, но не было еще подтверждения ПЦР-диагностики. Добавим, чтобы защитить себя и окружающих, пользуйтесь проверенной информацией о болезни и принимайте необходимые меры профилактики. Номера телефона в горячей линии вы сейчас видите на своих экранах. До 45 вызовов в сутки в среднем приходится на одного терапевта городской поликлиники. Врачи и фельдшеры работают буквально на износ. Ведь помимо осмотра пациентов на дому, никто не отметил амбулаторные приемы. Со следующей недели в медицинских учреждениях будет сформирована отдельная бригада, которая будет заниматься только коронавирусными больными. А пока на все вызовы отправляются участковые терапевты. Тему продолжит Алина Ваучейская. 15 минут и Лейсан Иксанова уже спешит на следующий вызов, который по счету за месяц терапевт не знает. Считать времени нет. Из-за сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и гриппа и пандемии коронавируса врачи работают чуть ли не по 12 часов в сутки. Очень большая нагрузка была в эти последние 2-3 недели. Вызывов очень много, в том числе с ОРВИ-заболеваниями, с остальными обестрениями хронических заболеваний. Люди относятся с пониманием, что нагрузка идет на врачей большая. Бывает, что я не успеваю приехать, но я приезжаю на следующий день. Я обзваниваю, предупреждаю сразу, что я приеду к вам на следующий день. Чтобы люди не беспокоились, к ним врач придет, их врач обслуживает. С каждым днем заболевших становится все больше. Максимальное количество вызовов было зафиксировано на прошлой неделе – 249 за сутки. Пациенты распределяются по территориальному принципу и, если учесть, что в поликлинике 6 участков, на каждого врача в среднем приходится по 40 амбулаторных пациентов и 40 вызовов на дом в день. К пациентам терапевты выезжают на автомобилях, представленных службой материально-технического обеспечения. Транспорт был выделен по поручению губернатора Ненинского округа Юрия Бездудного. Еще одна тенденция, которую заметили врачи, с увеличением количества заболевших коронавирусом, стала поступать намного больше вызовов, когда пациенты, потерявшие, например, обоняние, но при этом чувствующие себя хорошо, требуют, чтобы врач приехал к ним в сию же минуту. Если у человека высокая температура, есть какая-то одышка, то к такому человеку поедут в первую очередь. Если у человека просто отсутствие обоняния, к нему могут приехать позже вызовы, порой у нас обслуживаются допоздна. И сразу говорю, что отсутствие обоняния – это не значит, что в тот же день наберут мазок на ПЦР. Очень много жалоб поступает и на то, что пациентов, у которых диагностировали коронавирус, не госпитализируют в больницу. Медики поясняют, степень тяжести заболевания оценивается врачом по прибытии на вызов. И если специалист делает заключение, что пациент переносит ковид в легкой форме, его оставят на амбулаторном лечении. Анна Цулюпа – одна из тех, кто переболел коронавирусной инфекцией, получает лечение дома. Девушка говорит, симптомы лишь немного отличались от обычного ОРВИ. Сначала у меня просто поднялась температура, я буквально один день полежала с температурой, потом пропал, на третий, на четвертый день пропал запах обоняния. Я находилась дома, ну, как сказать, лечилась. Лечения никакого особо не было, я пила грудные сборы, таблеточки с анисового масла, чтобы отхаркивался кашем. И все, в принципе, две недели просидели дома, и на второй тест показал отрицательный, и нас отпустили на работу. Сейчас Анна чувствует себя хорошо, так что поводов для излишней паники нет. Если поддерживать иммунитет, вести здоровый образ жизни и соблюдать меры профилактики, даже если вы заболеете коронавирусной инфекцией, вероятнее всего она пройдет у вас либо бессимптомно, либо в легкой форме. Алина Ваучейская, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Студенты-медики спешат на помощь. В сложное для Ненинского округа время, связанное с распространением новой коронавирусной инфекции и вспышками сезонных заболеваний ОРВИ, молодежь региона не остается в стороне. С 10 ноября будущие профессионалы приступили к возложенным на них обязанностям. Подробнее Любовь Пермякова. Розалина Мерзликина, Даниил Абрамов, студенты третьего курса по специальности «Лечебное дело» стали участниками медицинских отрядов. На просьбу губернатора Ненинского округа Юрия Бездудного помочь в сложное для региона время ребята откликнулись в числе первых. Лично я занималась термометрией, то есть стояла на входе и измеряла температуру приходящим пациентам. Сегодня я работал в кабинете для приема вызовов и доставлял с регистратуры, получается, карточки для сегодняшних вызовов. А много вызовов сегодня было? Сегодня 4 листа по 15-20 человек, наверное. Примерно так. Всего на помощь врачам призвали 18 студентов-старшекурсников из социально-гуманитарного колледжа Наринмара. Все ребята оказывают посильную помощь в подразделениях окружной больницы. И сегодня в полном составе те, кто у нас в строю, те, кто не болеют, все пришли в поликлинику в назначенное время и были распределены, выполняли обязанности, которые были им назначены. Обучаясь на третьем курсе, они уже вполне могут выполнять ряд манипуляций, то есть они владеют и теоретическими знаниями, и практическими навыками по специальности сестринское дело. То есть то, что касается сестринских манипуляций, выполнения инъекций, измерения артериального давления, общая оценка состояния пациента, термореметрия, работы с медицинской документацией. Также ребята под контролем специалистов занимаются забором крови на анализы, работают в процедурных кабинетах. Выполняя возложенные на них обязанности, они не только помогут разгрузить медицинских работников, но и пройдут настоящую учебную практику. Мы, конечно, не могли не откликнуться. Согласие нашего профильного департамента образования, культуры и спорта Нинецкого автономного округа, мы прорешали эту проблему, продумали и организовали, и решили, что эту помощь мы окажем в виде практики, в виде прохождения нашими студентами третьего курса лечебное дело, специальности лечебное дело, практики, производственные практики. Конечно, сроки были немножко передвинуты на более ранний срок. Студенты целый месяц будут помогать врачам и среднему медицинскому персоналу, после чего вернуться к обучению в колледж. По словам участников медицинского отряда Розалина Мерзликина и Даниила Абрамова, всего несколько дней, проведенных в больнице, только укрепили их мнение о правильности выбранной профессии. Мне интересно изучать медицину, мне интересно знания эти, что ты можешь не обращаться к кому-то, а сам понимать, что происходит с твоим телом. А родственники обращаются к тебе? Да. Обращаются. Это такая специальность, которая в принципе требуется везде, особенно в нашем округе, это очень актуально. То есть я смогу пойти работать и медицинской сестрой, также я могу пойти работать и в поликлинику на диспансеризацию. Могу поехать в округ, в какую-нибудь село или деревню, быть там фельдшером. В собрании депутатов обсудили расходы в сфере образования в рамках работы над окружным бюджетом. На 2021 год на профильной комиссии парламентарии обсудили вопросы финансирования образовательных учреждений округа. Народные избранники высказали ряд рекомендаций по выделению средств объектов в сельских и населенных пунктах. В частности, Наталья Кордакова предложила рассмотреть возможность направления денег на проведение ремонта библиотеки в поселке Красное и устройства спортивной площадки в Харуте. Кроме того, депутат отметила, что для капитального ремонта социально значимых объектов населения необходимо активнее привлекать федеральные средства. Вице-спикер окружного собрания Матвеич Упров сообщил о проблеме отсутствия компьютеров для работы в детских садах. Также он заявил о недопустимости сокращения бюджетных мест в профессиональных образовательных учреждениях округа. Татьяна Федорова акцентировала внимание на сокращении незанятых вакансий в Департаменте образования, культуры, спорта и бюджетных учреждениях НАО. На отдельном совещании депутаты планируют обсудить расходы на содержание охраны в сельских образовательных учреждениях, финансирование ремонтных работ и питание учащихся. В Наринмаре состоялось торжественное открытие детского технопарка «Кванториум». Это образовательное пространство, где созданы самые современные условия для обучения детей в возрасте от 10 до 18 лет. По семи направлениям. Екатерина Дементьева продолжит. Миша Пластинину всего 13, но он уже точно решил, что станет архитектором. Приблизиться к мечте помогает 3D-моделирование, которым он занимается уже год. За это время было выполнено несколько работ в процессе, проект квартиры и даже 3D-модель Наринмара. Я считаю, что 3D-моделирование будет очень востребованным в будущем. И большинство профессий как раз будут связаны с 3D-моделированием. И поэтому это еще очень интересно для меня. В «Кванториуме» будут работать кружки по семи направлениям. И, несомненно, сердцем всего технопарка считается именно хай-тек-квантум. Здесь есть все, чтобы реализовать любую идею. У нас в мире такой темп, технологии такой темп, что нужно максимально сокращать время от идеи до прототипа, до какого-то прототипирования модели. И вот хай-тек как раз наш квантум, технологический квантум, где они могут, если сегодня утром пришла идея какая-то, что-то сделать, он может быстро это смоделировать и на 3D-принтере тут же напечатать. Компьютеры, 3D-принтеры, лазерный гравер. В хай-тек-квантуме только самая современная техника, которая используется на производстве. Это тоже очень крутой фрезерный станок. Это, наверное, один из самых дорогих наших приобретений. Тоже фрезерный станок, полностью автоматизированный. То есть изначально задается какая-нибудь программа с моделью, запускается сюда, и машина уже полностью автоматически подбирая определенные насадки, делает без управления человека абсолютно. Стык инженерии искусства, промдизайн квантум. Сюда закупили самые современные графические планшеты, интерактивные доски и компьютеры. На этом оборудовании наставники будут помогать квантарианцам учиться думать о вещах в другой проекции – проекции будущего. Здесь обучающиеся будут проектировать, создавать новые обыденные вещи повседневной жизни, то есть какой-то под новым форматом, под новым углом уже, более творческие, с таким немножко инженерным укладом. То есть такая эстетика и инженерия здесь. Также у нас ребята здесь будут учиться создавать сцены, персонажи в 2D, 3D пространстве. У нас есть аппаратура для того, чтобы, например, распечатать их, чтобы можно было уже потрогать или же анимировать их. Кванториум – это площадка, оснащенная высокотехнологичным оборудованием, нацеленная на подготовку новых высококвалифицированных инженерных кадров, разработку, тестирование и внедрение инновационных технологий и идей. В IT-квантуме с детьми мы будем изучать объектно-ориентированный язык программирования Python или Python. Сейчас он самый динамичный и популярный, самый востребованный язык программирования. Я думаю, что он еще будет очень долгие годы занимать лидирующие позиции, поэтому сейчас его изучать не поздно. Работа в Кванториуме выстроена так, что детей учат учиться. То есть наставники не передают ребенку только лишь накопленные знания, а учат его задавать вопросы, работать с большим объемом информации и верифицировать ее. Мы изучаем на самом деле не только саму робототехнику, не только механику какую-то. Тут у нас есть все – и физика, и информатика. Ребята учатся, во-первых, строить роботы, какие-то механизмы. Они учатся программировать микроконтроллеры, которые управляют этими роботами. Мост Леонардо, закон Архимеда и другие прикладные примеры некоторых физических законов можно увидеть в интермузее. Кроме учебных помещений здесь оборудована и шахматная гостиная. Детский технопарк «Кванториум» – федеральная сеть детских технопарков, где дети получают дополнительное образование. Это уникальная среда для ускоренного развития детей по актуальным научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям. Я в полном восторге. «Кванториум» – это какое-то маленькое чудо. И дети совершенно счастливы, потому что то, куда они попали, – это маленькая сказка. Мы, взрослые, об этом могли только мечтать. Если вы видели, какие современные технические средства, настолько увлекает, что, мне кажется, даже те, кому далеко за 18, с удовольствием бы пришли сюда и занимались. Технопарк рассчитан на возрастную категорию от 10 до 18 лет и предусматривает ежегодное бесплатное обучение на постоянной основе не менее 800 детей. Набор в детский технопарк «Кванториум» продолжается. Достаточно просто заполнить форму на сайте навигатора дополнительного образования. Екатерина Дементьева, Антон Гудряков, Телеканал «Север». 91 год исполняется газете «Нарьяна Виндер». Несколько десятилетий назад на разворотах старейшего печатного издания «Заполярье» Журналисты рассказывают о жизни в глубинке и людях, которые трудятся на благо Ненинского округа. Два года назад в «Нарьяшке» появилась новая рубрика «Проба пера». Материалы для нее готовят те, кто только начинает свой путь в журналистике. В следующем материале расскажем о юнкорах, школьниках, которые уже выбрали будущую профессию. Новые установки начали тестировать. Узнать, что такое БЗ или синхрон, поприсутствовать на монтаже новостного выпуска или вовсе попасть в съемочный павильон и попробовать себя в роли телеведущего. Обо всем этом ребята юнкоры еще пару лет назад могли только мечтать. Но кто сказал, что мечты не сбываются? У меня есть мечта стать телеведущей, любимой всеми известной программы «Орел и Решка». После просмотров, выпусков этой программы, я очень загорелась. Мне стало интересно, каково это, как вообще проходит сам процесс съемки. Ксения Чиповская и Мария Хабарова – одни из частых гостей в нашей телекомпании. Школьницы очень серьезно увлеклись именно тележурналистикой. За два года существования клуба юнкоров попробовали себя и в работе на выездных съемках, и в студии, и даже на радио. Здесь вот проходят прямые эфиры, здесь мы записываем новости, программы. Впрочем, некоторые ребята больше увлеклись газетной журналистикой. Одна из них – Юлия Левашова. В клубе юнкоров девушка с даты его основания, говорит, за это время научилась многому. Освоила базовые навыки ведения интервью, узнала, как точно и метко озаглавить любой текст. Знания помогли стать пресс-секретарем одной из общественных организаций. Меня заметил региональный координатор Мария Баширова, предложила стать пресс-секретарем. Я согласилась, потому что это реально интересно. Да, у меня все хорошо получается. Занимаются ребята раз в неделю. За юными журналистами закреплены кураторы, которые и обучают школьников о замвладении пером. Кстати, в газете «Нарина в Индер» уже появилась собственная колонка юнкоров. Она называется «Пруба пера». Мы, конечно, очень благодарны нашим коллегам с ВГТРК «Поморье», с телеканала «Север», с НАУ-24, что они нам помогают заниматься с ребятами. Сейчас у нас есть очень интересная новая инициатива, чтобы эта страничка выходила на ненецком языке. Мы понимаем, что это еще один дополнительный труд, но дело того стоит. Публикации на ненецком языке – важная часть регулярной работы по сохранению родного языка коренных и малочисленных народов Севера. Ведь сегодня проблему утраты устной и письменной речи ненцев обсуждают все чаще. По позиционированию ненецкого языка, сохранению его языка, передаче знаний от старшего поколения, младшему поколению. То есть все мы, каждый на своем месте делаем огромную работу для того, чтобы удержать процесс утраты ненецкого языка. Как только появилась инициатива, нашлись и первые желающие. Студентка социально-гуманитарного колледжа Юлия Бобрикова родом из Омы, родственники девушки, носители ненецкого языка. Я бы хотела рассказать и показать зрителям и читателям, как на самом деле живут в тундре, как кочуют. Потому что я сама в начальных классах каждое лето ездила в тундру и кочевала вместе со своей семьей. Примечательно, что в этом году три выпускницы клуба юных журналистов поступили в высшие учебные заведения Санкт-Петербурга, Архангельска и Сыктывкара. Алина Воучейская, Антон Водряков, Леонид Шишелов и Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Это были новости на телеканале Север. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...